Как тонировать фото в крутой красный цвет? Здорово, YouTube Максим Густарёв на связи, и сегодня у нас Photoshop. Всё показываю, объясняю и экшен вручаю. В общем, заваривай чаёк, будет интересно, поехали. Я частенько снимаю с цветным светом. Панельки, моноблоки, либо LED-палки, практически все современные цвета имеют возможность работать в RGB-режиме. Можно врубить только красный диод и делать интересные монохромные портреты с комплементарным бэкграундом. Ну а если вы снимаете в студии, то можно в целом бахать только с красным светодиодом и получать что-то подобное. С точки зрения физики света, красный светодиод имеет очень урезанный спектр видимого света, который мы технически, без труда, можем вытащить из любой полноцветной или ЧБ фотографии в фотошопе. И тут я подумал, а почему бы и да? Ну, на самом деле, в фотошопе просто миллиард различных способов перевести фотографию в красный цвет. Это можно делать через кривые, удалив два других канала, либо через Channel Mixer, через создание красного слоя в наложении в режиме наложения Multiply, через уровни. Можно использовать колоризацию инструмента Hue Saturation, либо накрутить красный фотофильтр, ну или вообще заморочиться через Gradient Map. Если вы себя считаете крутым фотошопером, обязательно проверьте свою фотошоп-бицуху. Переведите фотографию в красный цвет каким-нибудь нестандартным творческим способом, о котором я не указал выше, и обязательно пишите об этом в комментарии, мне интересно будет посмотреть. Я же вам сегодня покажу самые удобные и функциональные варианты. И начнем мы с самого первого способа, уровня сложности для маленьких принцессок. Сначала мы обесцвечиваем фотографию, а далее вы просто создаете слой Solid Color, выбрав чистый красный, и меняете режим наложения на Multiply. Проще некуда. С помощью кривой можно доработать контраст, а через камеру RAW накинуть зерно. Вуаля, готово. Ну а после мы загружаем с вами этот снимок в Instagram, и в результате у нас получается, что правильно, каша. Потому что многие соцсетей используют просто уродские алгоритмы сжатия, которые красный канал вот так вот пережимают, и в результате вы получаете кубы, и потом, ой, блин, Максим, а почему у нас красный хренов загрузился, вообще, что делать, как грузить красный канал. А все это потому, что изначально у нас подход к получению красного был неверный. И тут где-то должна быть огромная надпись. Нюанс. Если вы создадите чистый красный слой 25500 в RGB, и развернете его на весь экран, вам станет плохо. Современные качественные мониторы обладают очень высоким цветовым охватом, соответственно, насыщенностью. И 100% красный цвет может вам показаться очень-очень чистым. Настолько чистым, что он превращается в кислотный. Аналогично работает и с другими базовыми цветами. Зеленым, синим, циановым, желтым, пурпурным. Их всего 6 штук, если что. Поэтому, чтобы сделать красный более выносимым, более благородным, более приятным, как бы это парадоксально не звучало, но его нужно сделать грязным. Но что значит грязным? Да просто добавить в него два других канала. Зеленый и синий. Если вы не хотите менять оттенок красного, ну, не делать его зеленей или маджентовей, вхождение других каналов должно быть равномерным. В нашем примере при создании слоя нам достаточно отвести образец цвета немного влево от правого ребра палитры. Чем левее вы уведете, тем больше другие каналы будут вливаться в результирующий цвет. И тем бледнее, менее насыщенней будет красный. По опыту могу сказать, что красный выглядит адекватно красным до 80% насыщенности. При этом по 10% будут вливаться зеленый и синий каналы, которые, кстати, будут еще и фиксатором нашей каши в запрещенной грамме. Можно увидеть, что в адекватно красном у нас есть примеси и зеленого, и синего каналов равномерно. И уже тут уродские алгоритмы сжатия. Шакалить такие картинки будут намного меньше. Экшен для тонирования в фотошопе вы можете скачать у меня в телеграм-канале. А вот заполучить лицензионный фотошоп, чтобы все работало без затупов, вы можете с сервисом подписки OneSup, о которых я уже рассказывал не раз. В арсенале OneSup вы найдете огромное число сервисов. Оплатить подписку на нейросети типа Midjourney или чат GPT да без проблем. Если необходим софт для дизайна, добро пожаловать. Canva Pro, Captcha, Figma, ну и, разумеется, каташопку даже без него. Те, кто учит английский с помощью популярных мобильных приложений, также могут организовать себе подписку на Duolingo, Evo, Lingua Leo и еще с десяток обучалок. Через ребят можно даже забустить сервер в Дискорде и проплатить подписку на HBO Max или Amazon Prime. Ну и смотреть сериальчики. Все ключи на 100% лицензионные. Оформляются на твое имя, на твою почту, на твой аккаунт. Работает это так. У ребят из OneSup есть карта зарубежного банка, у вас есть аккаунт, который можно оплатить только картой зарубежного банка. И тут-то и подключаются они. Они заходят в твой аккаунт, оплачивают подписку, ну а ты пользуешься всеми благами лицензионного софта. А вот, например, для подписки на Creative Cloud ребятам нужна будет от тебя только твоя электронная почта. Без пароля они никуда заходить не будут, просто тебе оплачивают. И подписка будет оформлена за час. На официальном сайте OneSup ты всегда можешь ознакомиться со свежими отзывами и, разумеется, почитать аферту. Поэтому, пожалуйста, перестань пользоваться пиратшопом и уже оформи себе нормальный лицензионный круташоп. Способ номер два. Сложность Windows Photoshoper. Берем фото и поверх создаем карту градиента. Точку черного выбираем черный, а точку белого устанавливаем грязным, но очень благородным красным. Выберу Hue 0, Saturation 85, Brightness 100. С помощью центральной точки, тутыркая ее туда-сюда, можно менять гамма-кривую, но лучше всего это делать через отдельные кривые. Сейчас картинка получается ультра-супер-пупер монохромной. Тут только красный оттенок, соответствующий нулю градусов по цветовому кругу HSL. Но мы-то с вами выбрали уровень сложности крутого индуса, поэтому добавим кадру цвета. Для начала я подниму точку черного, потому что она, ну, очень провальна. Добавим в нее комплементарную тонировку. Уведем черный в холодные цвета, не сильно, максимум на 5% светлоты. Ну и процентов на 50% насыщенности. Холодные тени для нашего восприятия естественны. Гуляя по улице в солнечную погоду, объекты, расположенные в тени от прямых солнечных лучей, освещаются холодным синим небом. И поэтому тонировку мы с вами и делаем синий. А вот цвета, наоборот, лучше сделать немного желтоватыми. Возвращаемся в нашу карту градиента, бахаем дополнительный маркер в самый центр на 50% яркости и окрашиваем его благородно грязным красным. Но так как мы выбрали с вами центральный диапазон яркостей, нам нужно выбрать и соответствующие яркости целевого красного цвета. Поэтому опускаем Brightness до 50%. А вот точку белого теперь можно и немного изменить. Добавим тепла. Открываем палитру и выбираем градус нормального человеческого скинтона. Если что, это около 25 градусов по хью. Готово. С помощью промежуточной точки можно сместить границу заполнения между теплым скинтоном и красными цветами. В завершении тут можно накинуть контрастика с помощью кривой. А чтобы придать кадру винтажности, я докину пленочную текстуру в режим наложения Screen. А вот чтобы она была красной, а не белой, можно зайти в свойства этого слоя и вырубить зеленый и синий канал. Такой лайфхак. Прозрачность текстуры я немного снижу. Думаю 75% будет идеально. Ну и в завершение остается причесать картинку мягким зерном. Создаю копию всех слоев, открываю камеру RAW модуль, вкладка эффекты и накидываю зерно. Я специально выбираю большой радиус зерна, прям 100%. И добавляю его силу, пока не избавлюсь от цифровой резкости снимка. Готово. Хотя давайте бахнем антивиньетку, как это стало модным в этом году. Также через камеру RAW. Открываем вкладку с масками и создаем радиальную маску. Протягиваем ее из центра так, чтобы овал отделял углы снимка. Инвертируем маску и добавляем туда экспозиции. А чтобы углы не становились гипернасыщенными, можем их обесцветить процентов на 20. Вот теперь уж точно все. В результате мы получаем вариативный красный фильтр с динамикой цвета, который не разваливается к фигам в соцсетях, особенно в запрещенных. Скачать экшены по автоматическому тонированию через карту Градиента вы можете вот здесь, в Телеграм-канале, это бесплатно. Но если вы хотите больше хардкора, чтобы прям голова закипела, то заглядывайте ко мне на Boosty и на Patreon, потому что туда я выложил ролик, в котором объясняю поканальное использование масок, который вы можете использовать для более умного тонирования в красный, зеленый, синий, да любые цвета. Ну и не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться на канал, мне будет очень приятно. Ну и до новых встреч, пока.